Вице-мэр Новгорода сегодня стал подозреваемым по делу о распространении детской порнографии. За Вадимом Фадеевым пришли прямо на работу. Кабинет чиновника как раз и был местом преступления, уверены полицейские, которые готовили к задержанию полгода и у которых есть к Фадееву другие серьезные вопросы по теме. Репортаж Дмитрия Витова. В администрации города Вадим Фадеев курировал вопросы культуры и молодежной политики. Поэтому здесь, в профильном комитете, располагается его рабочий кабинет. Сейчас по понятным причинам коридоры опустили, двери закрыты. Сотрудники не хотят общаться с журналистами, а в самом кабинете проходит обыск. Следователи считают, что прямо с рабочего места вице-мэр управлял сайтом с детской порнографией. Вадим Фадеев человек в городе уважаемый и известный. Начинал учителем истории в родной Малой Вишере. Быстро вырос до заместителя директора школы, возглавил поселковую администрацию. В должности вице-мэра Великого Новгорода всего полтора года. Но сегодня следователи интересовали документы, связанные не с деятельностью Фадеева на этом посту, а его рабочие и личные компьютеры и сотовые телефоны. В отношении вас возглавлено уголовное дело по контузной части 2 статьи 242-1. За распространение материала с понятными причинами изображениями несовершеннолетних. Вы можете ознакомиться с этим постановлением. Было установлено, что вице-мэр Великого Новгорода Фадеев Вадим осуществляет с администрируемой им страницы ВКонтакте распространение видеороликов с детской порнографией. Оперативники взяли вице-мэра, что называется, с поличным, как раз в тот момент, когда он открывал сайт с порнографическими роликами. Появиться вовремя помогла слежка. Чиновник мог удалить информацию или даже саму интернет-страницу в любой момент. Теперь смартфоны и ноутбуки будут вещественными доказательствами. С декабря 2015 года изначально устанавливали, кто администрирует эту страницу, устанавливали, являются ли действительно эти материалы порнографическими, устанавливали, что лица несовершеннолетние изображены в этих материалах. В результате собрали достаточное основание для возбуждения уголовного дела. Фадеев использовал псевдоним. Свою страницу пополнял новыми файлами регулярно в течение двух лет. В соответствии с выводами искусствоведческого и медицинского исследований, указанные видеоролики являются порнографическими и демонстрируют сцены половых контактов несовершеннолетних лиц. Кроме того, в материалах совместной проверки содержится информация о возможном совершении Фадеевым развратных и иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, которым будет дана соответствующая оценка после проверки следственным путем. С учетом занимаемой Фадеевым должности прокуратура будет настаивать на аресте чиновника. Только по статье «Распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних с использованием сети интернет» предусмотрена ответственность до 10 лет лишения свободы.